друзья всем привет в общем продолжаем постройку мини трахтарка и позвонил заказчик говорит после того видоса помните да про сцепление как делал как восстанавливал да вот эти все моменты риса давай-ка мы замутим все-таки полноценное сцепление и вот думаю что чет правильно сделал решение пока это все дело выглядит вот так и все это дело удобно реализовать вот поэтому сейчас мы это дело все снимаем я заготовочки уже поделал и будем сюда внедрять полноценное сцепление кстати вот она муфта точнее не муфта втулка делается из двух кусков трубы распорная то здесь она просто одевается на шлицы а здесь подшипник и упирается вот в это кольцо не в резине в прокладку вот эту в кольцо и не дает шкиву гулять поставлю раз уже сюда на не пойдет ну и соответственно останется вот эта штука если чего кольцом потом срежу если буду делать другой трактор она уже в размер потому что может где-то что-то не сойтись все это делается по месту и индивидуально подгоняется под каждую под каждую раму вот все делаем полноценное сцепление мужики как вы считаете человек правильно сделал решение или все-таки неправильно вот как-то так ладно пойдемте на верстак так но сцепление будет не с маховика оса тормозного мужики диска с переднего это шестерочный диск вот так он выглядит кто не знает девяточный он у него вылет чуть поменьше то есть если вот так вот посмотреть прекрасно видно да разницу и он меньше в диаметре то есть если взять это барабан мы из него будем точить шкив этот помните да запоротый как образец для примерки для подгонки вот если взять девяточная девяточный тормозной то он сюда вскативает свободно но под него нужна девяточная корзина тогда он замечательно стыкуется и вылет у него небольшой у шестерочного вылет большой и внутрь он мужики сюда буквально тут чуть 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 совсем чуть не влазит я взял другой тормозной это для образца зажал в станок в этот и вот здесь его мужики обточил буквально здесь миллиметрик надо снять болгарочкой и он прекрасно сейчас пристегнутый просто корзине у струбцинами и отстегивать его не хочу он сейчас настроены осталось только просверлиться сейчас я все покажу и он прекрасно сюда становится примут без за шевелений без ничего подогнал его точно внутрь именно под этот барабан вот так ну видели до видосы про сцепление там показывал два варианта как я делал как сделать просто один даже вариант без сварочных работ вот мужики поэтому кому интересно переходите на канал смотрите может кому-то подойдет подойдут те варианты сцепления здесь я в этом буду делать видосе третий вариант мужики третий вариант сцепления вот с тормозным барабаном и с тормозным диском но более компактно более компактно не так растянуто потому что если делать его так как на прошлых видосах то крепление выйдет где-то аж вот здесь опоры до ступицы этого не надо мне будем делать все по минимуму так чтобы все-таки балка стояла там где нужно балку и тоже не делал из-за того что решение поменялось и для начала нужно знать где заканчивается вот эта вся конструкция может быть и балка будет другой конструкции в общем все по порядку нельзя начинать трактор делать допустим с кабины да а потом все это дело возвращаться к мосту все по порядку так вылет большой поэтому что нужно сделать правильно вот такого чик и отрезать отрезается вот эта болванка также отрезал ее на этом станке очень замечательно и чудесно получается вот такая вот штука не знаю куда вот так если отрезать будет еще одна проставочная шайба все отличняк корзина пристегнута намечена сейчас просверливаюсь насквозь примут как есть она настроенная ну кто делал эти сцепления себе да не только я себе те знаю что ошибиться невозможно практически поэтому смело смело выставляется пускай она вот здесь чуть-чуть торчит вот я там уже отметочки сделал сейчас мы это дело все скрутим а вот это лишнее от корзины отрежем так чтобы она остальная залазила туда в барабан и вместе с вот с этим частью этого диска тормозного маховик не хочу ставить да и потом покажу почему не хочу во первых он тяжелый а во вторых вот здесь прекрасно такое получается отверстие отверстие нет дырка мы чего не сверлили значит дырка которая не мешает крепить ступицу болтами и корзина спрячется полностью в барабан а что там рассказываю давайте просверлю закреплю обрежу и покажу ну вот просверлился теперь закручиваю хоть стой хоть с этой стороны без разницы затягиваю снимаю струбцины и срезаю вот эти вот вот это вот лишнее срезаю болгарочкой прям по над понадобиться так мужики обрезал все ровненько на скрученном диска еще нету сцепления я потому что сейчас все равно буду это все дело разбирать и теперь все это дело очень плотненько без всяких там люфтов смещений садится и само себя центрует сцепление прячется полностью в барабан как-то так все сейчас его достаю раскручиваю ну а дальше покажу что я буду делать это делаю компактное сцепление чтобы ступица было как можно ближе к самой корзине понятное дело да так ну а дальше что раскрутил вот сторона то которая будет стоять вот корзине соответственно мы ее ставим вверх вот так беру вкидываю сюда его все она без смещений без них чего стоит четко то есть подгон четкий это место маховика все теперь просверливаюсь вот в барабане просверлю сейчас одну наживлю просверлю другую напротив наживлю чтобы он не смещался но и остальные потом влуплю и дальше покажу ну вот и все просверлено вот они это крайне они есть заводские это вот вот здесь вот рядышком попала да ну так ни туда ни сюда вот пятак надо будет болгарочка сточить так чтобы гайка по плоскости становилась нормально можно здесь чуть-чуть сбить все остальные становятся становятся отлично собираем бутерброд теперь собираем это сейчас на нас езжу возьму диск сцепления нет у меня и новый выжимной подшипник сюда будем собирать уже конкретно так что так конкретно давайте вот так сейчас соберу и поставлю ступицу и замерим ее а как мы замерим надо что дать так съездил знать взял все таки диск выжимной съездил взял новый выжимной мужики подшипник так вот это все дело запечатано это промасленная бумага это вкладыш новенький какой-то еще и паспорт ничего себе первый раз такое вижу комплектность свидетельство приемки технические данные вот так вот все отлично здесь закрушена закручена на ухо в общем пока катался мужики не поверите отвез барабан тому же самому токарю который запорол мне 4 барабана помните до тормозных то есть и когда точил мне шкивы и запорол отвез ему еще один и как вы думаете что же по итогу получилось как бы смешно это не звучало мужики знаете говорят скупой платит дважды но принципе это не ним не ко мне принципе никогда не скупился и вот мне говорят цену я стукой плачу я даже не торгуюсь вам что человек оценивает свою работу так вот поэтому как вы думаете ну что мысли какие токарь тот же самый мужики это он на выходном там я не знаю там завод не работает хоть и надо мы частный частная шарашкина контора но тем не менее и сделал это буквально не за два часа пока я съездил на шиномонтаж там колесо пробил пока там пообедам звонит забирать хотя должен был сделать через два дня сказал через два дня позвоню по итогу мужики вот то что нужно вот как говорится вот я не знаю вот тютя в тютю вот просто капец сейчас вот ремень примерял ну чё сразу так не сделать вот я не знаю хочу не сделать сразу так как вот нужно не упал единственно сейчас я его зажму в станок и собью вот эти вот острые края вот немножечко он наждачка стоит лежит там за кабелем на деревяшку приклепаю и вот края они острые я их шлифану вот вот почему нельзя было сделать так как надо сразу чтобы он становился в клин чтобы вот сейчас паузу поставлю ремень выверну чтобы вот зазор присутствовал нужный да когда для ремень становится в клин вот между шкивом и ремнем вот почему сразу так так нельзя было сделать я не знаю сказал запиши размеры и или он себе нарисуй там я не знаю запомни я к тебе все равно буду еще обращаться потому что ну руками точить я просто показал как что есть возможность до разово там как то это все дело вытащить если нет доступа к токарным работам ну вот просто не захотел я не захотел опять очередной раз извращаться тащить станок этот на землю все это вымерять но вот еще раз доверился человеку и человек уже не подвел что не может не радовать так все отверстия просверлены диск стоит теперь что соединяем ступицу сначала прикручиваю я ее проточил вот здесь вот бортик был узнаете этот бортик я думаю видно да это задняя ступица девятка восьмерка короче переднеприводные авто и вот он мешает одеться барабану до конца на станке вот таким вот образом нехитрым он стачивается подгоняется так как нужно и теперь барабан плотненько мужики так как бы сразу попасть вот одевается крепить буду сейчас вот две восьмерочки и четыре болта на 12 с нужной резьбой вот это не колесные болты сейчас покажу него такого плана мужики болты все этого будет шесть болтов хотя и четырех хватит закручу это как пускай будут какая разница вот а потом сейчас наживлю уберу чтоб не вывалилась гаечки гаечки уже говорил наверно не знаю видос снимаю в течение дня поэтому просматривать его некогда гаечки вот дают вот с этой стороны дистанцию мужики потому что диск если видно барабан диск шкив он здесь вот имеет такую неровность да все приложить даже вот кусок металла то прекрасно видно эту неровность так вот вот эти гаечки как раз таки ложатся вот сюда здесь плоская и выравнивают вот этот как его назвать уже не знаю раньше был диском сейчас половина диска играет роль маховика но облегченный ложится и выравнивает его по плоскости вот как то так то есть затягиваем потому на ухо так забыл сказать но хотя я уже это рассказывал но еще расскажу сейчас снимаю гаечку снимаю вот эту при чандалину гаечку накручиваю отрезаю кусок как его назвать то правильно это так вала и вот эту юбку так чтобы гаечка и вал были на одной говорится плоскости и утопленные туда подальше это для компактности тут заворачивать не будем это не колесо которые там при скорости 100 200 километров в час должно отвалиться сейчас отрезаю ставлю сюда значит самодельную она мне уже сделано такую втулку которая будет держать подшипник и сюда же будет входить первичный вал первичный вал возможно тоже его придется подрезать чтобы все-таки скомпоновать как можно ближе к коробке крепления потому что не хочется растягивать тракторок за те габариты которые мною уже запланированы так ну майку дотянул и керном мужики дедом фокус 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 и керном закернил в то пространство гаечку так ну а дальше дальше что дальше подшипник вот так вложу на гайку и проверяю штангелем до подшипника ступицы и у меня получается размер по крайней мере у меня получается 2 и 8 вот теперь отрезаю кусок подходящий по размеру трубы разрезал его чтобы он вжался потом и сюда забиваю это тоже размер 2 и 8 то есть не выше чем должен быть подшипник забьется легко также можно его будет и достать при желании да и кто-то скажет а зачем зачем обрезать первичный вал до по размеру подшипника мужики ну если вы делаете что-то вы должны хотя бы немножко понимать что вы делаете да также же я делаю компактное сцепление для этого миника поэтому я понимаю что я делаю если мне нужно обрезать его обязательно обрежу смотрите первичный вал сейчас я прихватил здесь на три гаечки чтоб она держалась подшипник еще не ставил ну там есть тот вал да с со ступицы его ставлю и шлицы шлицы мужики даже не цепляются за диск сцепления понятно да то есть вот это расстояние у здесь его уже замерил вот таким вот образом вот таким вот образом мужики замерил составляет ну 1 и 9 но отрежу двоечку двоечку отрежу два сантиметра так чтобы валы друг с другом вот эти не встречались все очень просто и шлицы зайдут туда туда нужно на всю длину они будут стоять по краю вот я думаю понятно это я делюсь это я никого не учу потому что некоторые повторяют а потом говорят у меня не получилось я еще раз повторюсь должны понимать что вы делаете для чего вы делаете почему вы так это делаете я знаю почему я так делаю вот потому что кто-то повторяет укорачивание моста потом говорит о я хвостовик смещен на два сантиметра конечно он будет смещен я на это внимание не обращаю я делаю это так вот кому надо пускай учитывают эти два сантиметра делают разные полу оси но мне это не важно у меня смещенные хвостовики прекрасно работают как и на переломках так и на классике поэтому никаких проблем по передней балке кстати будем делать еще переднюю балку тоже повторил человек говорит ой саня ставил настолько а у меня вышло настолько так ты посмотри посмотриешь делаю на мотоблочных колесах где центр до оба да он идет диска он идет по центру а он ставит аковский или какие там жигулевский это конечно там вылет другой ясен пень там ничего не получится так и здесь мужики делаю от компактное сцепление но я делаю по своим размерам подгоняю под свои нужды кто захочет повторить он должен понимать как оно должно делаться это все вот ну кому не надо ну тогда чушь чушь тогда рассказывать так все погнали дальше я думаю понятно да почему я обрезаю в гипперичный вал для того чтобы шлицы заходили в диск сцепления так ну ставим вторую втулочку да кто-то скажет ну забил втулку а как откручивать до обычная головка на 30 сюда проскакивает со свистом тем более она достается она торчит выше вот достается на очень легко при помощи вот таких вот кусачек просто сжимается мужики попробую одной рукой сжать и вот вот так вот ее демонтировать все единственно сейчас ее раздаст вторая втулочка и подшипник вот а снимать подшипники есть специальные съемники и так друзья ну на этом в принципе видос можно и закончить все дело это будет выглядеть вот таким образом останется сделать крепление вылет опорного по минимуму вообще я не знаю поэтому смелым балку можно делать такую какую я делал делал раньше ничего не поменяется от этого здесь зазорчика порядка 8 миллиметров также там и и там то есть я еще покажу как будет это дело выглядеть крепление вот как раз таки этот зазорчик очень мне нужен будет пристегнуть опору для вот этой ступицы ну получается само собой все вот я беру и делаю беру просто и делаю и все выходит в эту раму все что я задумал все становится как надо вот как-то так просят там размеры говорить мужики но не для каждого индивидуальные то что я сейчас буду рассказывать да ну парами я рассказывал да там еще какие-то момент но они индивидуальные индивидуя уж повторяюсь да ну кто-то повторяет а потом говорит той не получилось ну думайте думайте сами я только идею преподал и все хорошая она плохая него же этому уже там уже решайте сами так и здесь это вот третий вариант сцепления которое сделал если нужно будет четвертый вариант придумать я его придумаю если нужно будет сделать его еще компактнее его сделаю это ничего тут сложного нет ладно всем пока скоро увидимся